Здравствуйте, я Денис Курбатов, мне 48. Основным видом моей деятельности является фотография, фотобизнес. А значит мне необходимо всегда быть в хорошей форме для того, чтобы передвигаться много, ходить, подпрыгивать иногда, подползать, а также сочетать эту работу с частью работы возле компьютера, возле монитора. Ну, как и многим из нас сейчас. В принципе, по жизни я люблю подвижный образ жизни, отдыха. Это путешествия, тревел, пешие походы, езда на велосипеде, лыжи, ролики. И три месяца назад этому моему качеству жизни начала мешать боль в спине, между лопаток. А каким образом мешать? Ну, это вот такие обычные подтягивания после сна, которые, ну, раньше я с ними справлялся, легко позанимавшись зарядкой в зале. Но на этот раз самостоятельные занятия во время занятия приносили некое облегчение, и вроде бы я растягивался. И потом снова всё приходило в это болючее состояние. И болючее состояние дошло до того, что сон мой был по 2-3 часа, потом просыпался, необходимо было как-то себя разогревать ночью, потому что спать было невозможно. И найти какое-то положение удобное для сна тоже было невозможно. Я понял, что это буквально через 2 недели, что самостоятельно будет сложно справляться, надо изучать ситуацию. И обратился к первому специалисту. Это был мануальный массажист. Много процедур проделали, и банки, и тейпы накладывали, и иглоукалывание было. И на какое-то время, на какое-то время, это 15 минут, полчаса, вроде бы облегчение настало. И потом в течение этого же времени, 15 минут, полчаса, всё опять вышло это в болевое состояние. И, кстати, обезболивающие не помогали. Обратился ко второму специалисту. Второй специалист мне очень помог в плане обнаружения, где находятся триггеры мышечные, и какая группа мышц ослаблена. Но после его процедур тоже облегчения было мало. Обратился к третьему специалисту. Мы прошли с ним в область лестничных мышц. Также он мне дал советы, как самостоятельно проделывать релиз дома. Но этого было мало, всё равно состояние было болезненное. Я обратился к друзьям, знакомым, вкратце описав там двумя-тремя словами в предложении свою ситуацию, поделиться контактами. Может, у кого-то была сходная ситуация. У меня образовался достаточно большой список специалистов. Я также просмотрел в интернете, что по этому поводу есть, по ключевым запросам лечения миофасциального синдрома в Днепре. Ну и методом научного тыка я решил обратиться в Лайнджим на удачу. Ну, я так понял, что удача повернулась ко мне нужным местом. Оля, тренер, буквально 5-10 минут обнаружила, что у меня не совсем, как называют, верные паттерны движений в определенных группах. Там где-то сустав не доворачивается в обычных движениях. Как бы, ну, это как диагностика была. Даже в походке там где-то не до шаг происходит, вследствие чего определенная группа мышц полностью не работает. Другие мышцы на себя берут функции этих мышц и происходит зажатие, образование вот этих вот мышечных триггеров. И это же подтвердила Елена, основатель системы упражнений Лайнджим. И в дальнейшем, занимаясь с Еленой, мы начали корректировать обычные движения и внедрять упражнения. И что по результатам получается. Пришел в Лайнджим я вот так вот, не улыбаясь. Сейчас я занимаюсь самостоятельно в бесплатном спортзале. Занимаюсь, внедряю и упражнения в Лайнджим. Большую часть их. Думаю, что в скором времени я смогу уже добавить и силовые упражнения. В заключение я хочу высказать большую благодарность тренеру Оле, Елене, основателю системы Лайнджим. И скажу так, что движение хорошо, а правильное движение это еще лучше и необходимо. И правильными движениями мне помогает заниматься система упражнений Лайнджим и посещение центра Лайнджим. У меня на этом все. За правильное движение. За правильными движениями можно обращаться смело в Лайнджим. Пока.